Всем привет! Вы на канале DLDU и сегодня мы с вами поговорим о беспроводном динамике от компании Milwaukee. Да-да, друзья, вы не ослышались. Наконец-то я снимаю долгожданный обзор на этот беспроводной динамик, потому что я очень долго хотел его снять, хотел его снять совершенно в новом формате, с танцорами, сделать прикольную вставку и так далее. Но, к сожалению, из-за человеческого непостоянства и людей, которые не сдерживают своих обещаний, я так и не смог снять задуманное. Поэтому сегодня будет обзор в классическом варианте. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а конкретнее мы с вами поговорим о модели M12-18 JSSP. Данный беспроводной динамик продается только в виде тушки. У него нет комплектации с зарядными устройствами и аккумуляторами. Но это не проблема, потому что в основном все мастера, которые покупают данный динамик, данную тушку, у них уже есть инструмент либо линейки M12, либо линейки M18. И как вы уже могли понять из названия, этот беспроводной динамик может работать и с серией M12, и с серией M18. То есть у него два посадочных места под две разные линейки от Milwaukee. На сегодняшний день его цена 18700 рублей. Мы покупали этот динамик где-то 2-2,5 года назад, когда делали объект в совхозе имени Ленина. И какая точная стоимость была его на тот момент, я уж и не вспомню. Но актуальную цену я вам озвучил. Когда я выбирал на сайте данный динамик, то до момента, пока я долистал до фотографии, где мастер держит его в руке, мне казалось, что это какая-то маленькая колоночка по типу JBL или Bits by Dre. То есть что-то такое маленькое, компактное. На самом деле это достаточно крупный беспроводной динамик. И на самом деле он прокачивает легко объекты до 300 квадратных метров. То есть не сомневайтесь в его потенциале. Прокачивает эта колоночка очень хорошо. И при всем при этом на максимальной громкости он не хрипит, не подпердывает на больших басах и так далее. То есть он хорошо работает в диапазоне и низких и высоких частот, в зависимости от того, какую музыку вы любите. И при этом звук на самом деле очень чистый и хороший. Я очень и очень доволен качеством звучания данного динамика. Хотелось бы отметить сразу, что это просто беспроводной динамик. С функцией подключения аудиоустройств по Bluetooth. В основном так он будет работать. И подключение работает с устройств всяких. Неважно там Apple или Android. Неважно на какой основе у вас устройство. Подключаетесь по Bluetooth без проблем на расстоянии до 30 метров. Также у него есть подключение AUX. То есть 3,5 миллиметра. Джек, если вы подключаете какие-то устройства. Обычно, конечно, все пользуются беспроводным подключением. И также у него есть разъем для флешки. Если вы не хотите подключать свой телефон. Если у вас там допотопный телефон. Если вы не хотите, чтобы ваш телефон где-то чего-то там был на стройплощадке активирован. Или если вам кто-то позвонит, чтобы это как-то прерывало музыку. То, конечно, вы просто втыкаете флешку. И слушаете музыку с флешки. Но, конечно, как я уже сказал. В основном, в 90% случаев, все подключаются с телефоном. И без проблем. Музыка играет. Звук чистый. Не тормозит. Кстати, как зачастую это происходит в автомобильных подключениях Bluetooth. Здесь таких проблем нет. То есть, если вы смотрите какое-то видео на YouTube, к примеру. К примеру, мой обзор. Мне хотелось бы так думать. То видео и аудио происходят синхронно. То есть, нет задержек по звуку. Когда человек говорит. То есть, нет лагов таких. К примеру, когда я в машине подключаюсь. И не буду говорить, какой у меня автомобиль. Но, как бы, достаточно свежий. Достаточно хороший. То там все равно есть этот лаг. Прерыв между. То есть, как бы, рот говорит раньше. Звук приходит позже. С задержкой. Здесь этого нет. То есть, когда вы подключаетесь к этому динамику. Все происходит синхронно, мгновенно и моментально. Вы сможете во время обеденного перерыва смотреть кинчики. И вас никак это не будет напрягать, раздражать. То есть, здесь прям подключение суперское. Также на данном беспроводном динамике удара, влага и пылезащищенный корпус с уровнем защиты IP54. Корпус сам, на самом деле, очень прочный, очень стойкий. Есть американские видео, где этот беспроводной динамик топят в ведре в большом. И вместе с аккумулятором достают. И все прекрасно работает. Я, конечно, так на видео издеваться не буду. Эти кадры вы сейчас можете увидеть на экране. Но я, конечно же, это вещь, которую я купил за свои честно заработанные деньги. И я так над ним издеваться не буду. Но я могу вам сказать, друзья, следующее. Я работаю им и лично, и, конечно, в 90% случаев он находится в бригаде. В бригаде, где именно грязь, пыль, мелкая пыль от шлифовки и так далее, древесина. То есть, говнище абсолютно всех сортов и мастей. И при этом, при всем, динамик ведет себя отлично все это время. Он вот в таком вот виде после, ну, скажем так, мы его хорошо протерли для видео. То есть, все прекрасно, идеально работает. И нет никаких проблем его, если что, отмыть, почистить и так далее. Даже разъем, который открывается под крышечкой, я вам покажу его чуть позже. Даже когда он открыт для того, чтобы заряжать телефоны по USB и так далее. Не засирается так сильно сам динамик. Его очень хорошо потом и легко можно отмыть. Сам корпус динамика, как вы уже можете заметить на видео, выполнен граненно. То есть, вы можете его ставить как стоя. Вы сейчас можете увидеть на экране, как это происходит. И также лежа, как он сейчас лежит во время обзора. И при этом вы можете его крутить для того, чтобы направить звук в то место, куда вам конкретно нужно. То есть, вы можете его в разные вот эти положения. Также выполнено, кстати, и на фонаре, на который я снимал обзор. Очень прикольно сделать такой вот граненый корпус. Это позволяет вам выставлять его под разные углы, которые вам нужны. И при этом все очень прекрасно работает. Сам корпус, как я уже сказал, заропрочный. Вы можете видеть его состояние спустя много лет эксплуатации. С жесткой эксплуатацией на серьезных крупных объектах. Также на корпусе выполнена очень удобная рукоятка для того, чтобы переносить его по стройплощадке. Рукоятка широкая. И она по дизайну очень красиво перетекает в такую красную линию, которая уже идет непосредственно по самому корпусу динамика. Выглядит это очень хорошо. Еще, друзья, хотелось бы добавить, что вот эти две части, которые выполнены с одной и с другой стороны на беспроводном динамике, они выпирают как в эту сторону, так и в эту сторону. То есть, если вы ставите динамик вот так вот на бок, можете увидеть сейчас, он не касается корпусом материала. Естественно, речь идет, если он лежит на ровной поверхности. Но, к примеру, если вы его кладете на керамогранит, на плитку, на ламинат какой-то грязный, на бетон, на металл, то он не будет целиком всем корпусом соприкасаться материала, на котором он лежит. Это будет происходить вот так вот, видите, да, то есть вот просвет. И так же будет происходить и в этом положении. То есть, именно непосредственно сама часть корпуса, нижнего и верхнего, где рукоятка, и где вот эта декоративная вставка красная, он не касается абсолютно корпусом материала, на котором лежит. И это очень удобно. Вот единственное, что в месте аккумулятора, да, это единственное уязвимое место при использовании аккумуляторов на платформе М18. Если его прям как бы, ну, крутить по кругу, то вот в этом месте он, видите, ложится на аккумулятор. Но, если использовать его с 12-ти вольтовыми, такого не произойдет. Но непосредственно на любой другой части он не будет соприкасаться. То есть, кнопки внутри корпуса убраны, да, то есть он не будет кнопками коцать. Вот эти все части, надпись, вот эта вот вся сетка, где находятся сами динамики, перфорация, вот это тоже все. Это не будет касаться корпусом материала, на котором оно лежит. И это очень и очень прикольная такая фишка, поэтому я решил еще вам о ней рассказать, добавить это в обзор. Здесь используется премиальный динамик с фазоинвертором мощностью в 40 Вт, что, как я уже говорил, обеспечивает достаточно хорошее и чистое звучание во всех диапазонах. Габариты данного беспроводного динамика составляют 360 на 165 на 165 миллиметров, то есть так как он выполнен в виде тубуса, такого граненного тубуса. И вес его составляет 2,3 килограмма, естественно, это имеется в виду тушка без учета аккумуляторов. Если вы будете использовать его с 18-ти вольтовой платформой, то 5 А входит с запасом, вы сейчас можете увидеть на экране, то есть 9 вполне будет входить в корпус, не выпирая. На счет 12-го не уверен, не пользовали. Но на самом деле могу вам сказать, что пятерки хватает за глаза на весь рабочий день, если музыка играет очень громко на каком-то крупном объекте, если мы говорим там 100 плюс квадратных метров. То есть в основном мы занимаемся магазинами, и если вот там музло играет на все деньги, то аккумулятора 5 А хватает стабильно на весь день. Если же использовать его с аккумуляторами линейки М12, то здесь тоже нет никаких проблем. Мы часто это делаем, пользуемся 4 А и 6 А аккумуляторами, то есть когда это большой объект, все вперемешку. Бывает иногда, что все аккумуляторы М18 заняты, так как у меня очень много тушек, но при этом количество аккумуляторов иногда меньше, чем количество тушек, потому что это такая болезнь, когда ты начинаешь добирать, 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 добирать тушки, чтобы получить новые, новые, еще новее инструменты, но в какой-то момент забываешь о том, что у тебя старое количество аккумуляторов, и пора бы их уже докупать. Поэтому иногда получается так, что тушек больше, чем аккумуляторов, и уже приходится его перекидывать на серию М12. Но в основном, конечно же, мы используем его с аккумуляторами М18, их гораздо удобнее вставлять и вытаскивать их для позарядки из самого беспроводного динамика. Как мы уже все знаем, или если вы еще не знаете, серия М12, она не такая удобная в использовании, вообще даже в принципе в инструментах, вот эти ушки на аккумуляторах, а так как здесь еще достаточно ограниченное пространство, куда вставляете аккумулятор М12, то, естественно, если есть выбор между 18-вольтовой и 12-вольтовой линейкой, я всегда выберу линейку М18. Если же у вас есть инструмент только линейки М12, не переживайте, можете спокойно его юзать, это тоже нормально. Не так удобно, но вполне нормально. Ну и еще одно преимущество в использовании данного беспроводного динамика именно с аккумуляторами линейки М18, это то, что на аккумуляторах есть индикация заряда. На линейке М18 это есть, на линейке М12 этого нет. Если у вас нет тестера специального, или вам нужно каждый раз в тушку вставлять, ну, чтобы не вставлять в динамик полуразряженный или уже почти разряженный аккумулятор, то есть здесь на самой тушке нет индикации заряда, классической индикации заряда, как на тушках М12. Здесь есть такая лампочка, которая будет гореть синим при подключении, когда вы будете искать устройство для подключения, для создания пары. И также она будет моргать красным, когда уже будет разряжаться беспроводной динамик. Она будет делать флешлайт, то есть будет моргать красным, для того, чтобы дать вам возможность вовремя поменять аккумулятор. Индикация эта горит порядка 30 минут где-то примерно, вот если говорить о аккумуляторах линейки М18, то есть эти индикации прям моргают очень часто. Ну, естественно, это большая стройка, вы не всегда тусуетесь рядом с динамиком, можете этого не заметить, поэтому они настроили её сильно заранее. Очень удобная фишка. Ну и как вы сейчас можете заметить на экране, единственный световой индикатор, который есть у этого беспроводного динамика, выполнен не просто квадратом или прямоугольником, а выполнен именно в форме батарейки. Такое маленькое отношение к деталям, но на самом деле это показывает отношение к ленту. Очень прикольная фишка. Сами кнопки выполнены из мягкого каучука, они очень сильно прорезинены, то есть где-то там внутри всё-таки есть приёмник, кнопка пластиковая, жёсткая, мы это все прекрасно понимаем. Но именно вот этот верхний силиконовый корпус, он настолько плотный, так как это колонка с очень хорошим уровнем защиты, прямо здесь кнопкам нет проблем. Они не стираются, не протираются. Вот этот силикон, мы уже пользуем его очень давно и нажимаем часто в перчатках, то есть удобно нажимать в перчатках, даже в толстых вы не промахнётесь, кнопки достаточно крупные. И при этом они достаточно хорошо выполнены, вот эти вот выпуклые части. Можете на ощупь, к примеру, подобрать нужную кнопку, которая вам нужна. И также на них есть подсветка, не на всех кнопках есть подсветка, подсветка есть только на кнопке включения и выключения, на кнопке выбора режима, на кнопке AUX и на кнопке подключения беспроводного Bluetooth. На плюсе и на минусе, на регулировке громкости подсветки, к сожалению, нет. Также подсветка именно кнопки Bluetooth позволяет вам увидеть, в каком режиме она сейчас работает. Она работает в режиме уже пары или же она работает в режиме поиска пары. Это на самом деле очень удобно. Ну а теперь давайте я вам наглядно покажу, как подключать устройство к данному динамику. Всё на самом деле очень просто. Итак, давайте я вам наглядно покажу, как устроить режим пары с данным беспроводным динамиком. Для того, чтобы его включить, нажимаете кнопку включения, потом включается уже изначально выбранный режим. Для того, чтобы подключиться к этому динамику беспроводному по беспроводной сети Bluetooth, вы просто нажимаете значок и удерживаете его буквально 2-3 секунды до появления звукового сигнала. И также вы видите, что начинает моргать кнопочка Bluetooth. Находите на своём мобильном устройстве беспроводной динамик M12, M18 Wireless Jobsite. Можете увидеть спикер. Видите? И непосредственно подключаетесь к самому устройству. Вы также получаете звуковую индикацию о том, что устройство подключено. Вы это видите, естественно, на экране своего мобильного телефона или другого любого устройства. И также перестаёт моргать сам огонёк подключения. И теперь, как я уже вам сказал, нет совершенно никаких лагов в звуке. Я вам сейчас это продемонстрирую. Итак, открываем любой мой обзор, для того, чтобы он у меня не забанили. И смотрим. Сейчас мы с вами будем следить за речью и за тем, как у меня шевелятся губы. Вы на канале DL.DU. И сегодня мы с вами поговорим о шуруповёрте от компании Miochi. Как вы можете заметить, то есть связь идёт мгновенная. Задержек в звуке нет никаких. Ну и естественно, для того, чтобы переключить режимы, вы просто выбираете, к примеру, AUX. И непосредственно уже там либо будет работать джек 3,5 мм, либо же будет работать флешка. Чтобы переключиться обратно на Bluetooth, вы просто нажимаете один раз на кнопку Bluetooth. Она выбирается и режим пары создаётся автоматически. То есть до момента, пока вы не отключили режим пары, он будет у вас работать автоматически. То есть с этим нет совершенно никаких проблем. Не нужно постоянно его переподключать. Когда уже конкретно вы забыли устройство, для того, чтобы кто-то другой к нему подключился, это уже другой вопрос. Ещё один момент хотелось бы добавить. Это то, что громкость можно регулировать с устройства. А не только вот с этих вот кнопок плюс-минус, которые стандартно классически регулируют громкость. На других колонках регулировать с телефона нет возможности. То есть управление происходит непосредственно с самой колонки. На многих так. И это неудобно. Здесь же это удобно. То есть вся регулировка происходит непосредственно и оттуда, и оттуда. То есть вы можете на колонке выставить на максимум. И при этом здесь заниматься регулировкой. И всё будет супер. И причём он производит индикацию, когда вы довели громкость до максимума, либо до минимума, как с кнопок, так и с устройства. Очень удобно. Также на данном беспроводном динамике есть скрытый отсек. Он закрывается такой крышечкой. По периметру этой крышечки вы сейчас можете увидеть достаточно такого хорошего качества уплотнительный каучук. То есть так как этот динамик опять же с хорошим уровнем защиты, то эта крышка при закрытом состоянии, естественно, делает этот отсек полностью герметичным. В этом отсеке у нас находится USB порт. USB, кстати, 2.1. Заряжает телефон просто с неимоверной скоростью в разы быстрее даже, чем это делает ваша, естественно, 1-амперная зарядка стандартная от тех же айфонов и так далее. То есть заряжает он очень-очень бодро. И в том числе и планшеты. Ну и также этот USB порт является портом для того, чтобы подключать туда флешку, если вы хотите с неё проигрывать музыку. Также вы спокойно можете помимо телефонов заряжать, как вы сейчас можете это увидеть на экране, он делает без проблем. Также вы можете заряжать и фонари свои, и всё, что у вас идёт на Red Lithium USB. И это тоже очень и очень удобно. Если у вас на объекте нигде нет USB порта, то вы можете спокойно заряжать это всё именно в самом беспроводном динамике. Все свои фонари, налобные или любые другие фонари, которые работают на линейке Red Lithium USB. Это на самом деле очень кайфово. Ещё здесь есть разъём AUX, как я уже сказал. Вы можете подключать через джек 3,5 мм любые устройства. И также здесь есть режим 18-ти вольтовый DC. То есть вы можете использовать данный беспроводной динамик с блоком питания. Но, естественно, уже теряется вся суть и вся красота этого динамика, если вы его приковываете, скажем так, к блоку питания. Но, тем не менее, такая функция есть. Но я, честно, не видел на практике, чтобы вообще кто-нибудь это делал. Все в основном пользуются аккумуляторами. Демонстрировать вам его звучание через видео, которое вы, возможно, будете на каком-то посредственном устройстве слушать, у которого двухваттный динамик, а то и хуже, нет совершенно никакого смысла. Потому что тот, кто будет смотреть этот обзор в машине или дома через какую-то хай-фай-систему, ему будет казаться, что звук просто ошеломляющий. Те, кто будет смотреть с телефонов, с достаточно бюджетных телефонов и планшетов, им будет казаться, что динамик играет просто как лютое говнище. Поэтому показывать вам его возможности нет совершенно никакого смысла. Единственное, как я уже сказал, здесь очень хороший динамик. С фазоинвертором используется мощностью в 40 Вт. И это не китайский 40 Вт, а полноценный. Для тех, кто понимает, что такое полноценный 40 Вт, они прекрасно понимают возможности данного динамика. Также есть куча отзывов в интернете. Вы можете посмотреть, все восторгаются качествами громкости звучания данного беспроводного динамика. И также вы можете приехать к любому официальному дилеру, где этот динамик представлен в демо на стенде и заценить его качество вживую. Я, к примеру, буквально неделю назад купил беспроводной динамик на линейке М12, этот маленький на объект, для каких-то санузлов, для каких-то небольших квартир. Его тоже хватает за глаза. Но, в отличие от этого, большого беспроводного динамика, тот стоит 30% цены от этого, это само собой. Но при этом, при всем, он как бы пердит. Давайте будем откровенны. Кто-то говорит, что он не пердит, он пердит. Я люблю мелоки, но я говорю правду. Если дать ему жару на максималочках, даже процентов на 90, если звук включить, и будет играть какой-то хороший трек, естественно, он начинает нормально так пердеть корпусом целиком, потому что там не сочетается мощность динамика и возможности корпуса. И здесь этой проблемы нет. Поэтому здесь реально можно давать полный звук, включать даже какую-нибудь колбасу MC-вспышкина, и всё будет играть окей. Здесь реально очень хорошее качество звучания. Поэтому, если многим из вас кажется, что цена как бы немножко неадекватная, что он немножко дороговатый и так далее, просто послушайте его. Я когда привез его на объект в совхозе Милленина, у нас был магазин. Магазин был порядка 250 метров квадратных, может чуть поменьше. И он прокачивал абсолютно весь объект, и рядом с ним стоя сложно разговаривать. То есть, обычно мы его куда-то по центру, там, где обеденный стол, прямо его швыряем по центру, и он прямо играет, он прокачивает весь объект. То есть, качество звучания топчик. На самом деле топчик. Корпус топчик, потому что его можно вращать в разных этажах, ставить как тубус, его удобно переносить. Удобная рукоятка. Как мы его только не клали, кидали и так далее, вы можете увидеть, что на нем нет трещин, там, каких-то диких царапин. Царапины есть, но никаких-то диких царапин нет. И, не знаю, не найду, наверное, фотографию, но он был очень сильно, очень сильно загажен. И недавно Виталик его, наш мастер, так, ну, как бы отмыл. И вы можете заметить, что он очень хорошо, как бы, протирается, отмывается и приходит в свое исходное, практически, заводское положение. Если использовать его, еще, не знаю, какой-нибудь полирой для пластика и полирнуть его, он вообще будет прям саска, прям, прям, как будто только что из коробки. Поэтому, на самом деле, качеством конкретно данного динамика, ну, прям, я в восторге. Да, я купил М12 еще динамик, но там я знал, на что шел. Мне нужно было половину его звука, я знал, что он будет пердеть на максималках. Здесь же, прям, вот, я, грубо говоря, это мой первый акустический, такой, строительный, скажем так, да, такой динамик беспроводной. Хотя я, ну, болею качественным звуком. И, ну, я могу сказать, что прям очень-очень остался доволен. Поэтому я однозначно всем, кто выбирает, кто рассматривает, кто сомневается, гарантирую, что он оставит, как бы, только положительные эмоции о себе. И если вы хотите его купить и сомневаетесь, не сомневайтесь. Итак, друзья, давайте подытожим, кому может пригодиться данный динамик. Да, абсолютно кому угодно. Не важно, какая у вас профессия, не важно, какой стиль музыки вы любите. Совершенно не важно. Работать с музыкой всегда приятнее. Если вы будете слушать на всю, на больших объектах, он будет радовать вас звуком. Если вы его еле-еле будете слушать, он будет радовать вас звуком. То, что здесь нет радио, ну, блин, серьезно, ну, кто в наше время слушает обычное радио? Приложения на телефоне. Сейчас смартфоны у 80-90% пользователей. Разные смартфоны, не важно, но, как бы, платформы одинаковые. И платформа айфонов, и платформа андроидов позволяет вам полностью пользоваться любыми устройствами, любыми приложениями, точнее, в которых есть радио. То есть, цифровое радио, пожалуй, сейчас вообще просто в расцвете сил. Я не знаю, кроме как в машине радио я больше нигде не слушаю. Такое, знаешь, классическое, скажем так. А так, все, пожалуйста. Я любитель послушать радиорекорд, но пока оно не превратилось, как бы, в такое, около русское радио. И, ну, то есть, оно, когда ушло с FM-волны, я скачал приложение, пожалуйста, пользуюсь приложением. То есть, еще всякие бонусы. То есть, нет проблем. Если именно вы переживаете, что здесь нет АМ-ФМ-трансмитера, вообще не парьтесь. Просто все это сейчас делается с телефона. Поэтому этот беспроводной динамик пригодится абсолютно всем, кто любит музыку. Любую музыку, потому что настройки, прям вот, ну, не знаю, лично по мне и по всем, с кем я работаю, когда есть какая-то музыка, которая устраивает около всех, работа идет сильно веселее. Ну что ж, друзья, на этом все. Надеюсь, вам, как всегда, понравился данный обзор. Надеюсь, он будет вам полезен при выборе хороших беспроводных динамиков, для того, чтобы работа у вас настройки шла бодрее и продуктивнее. Как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте данные и другие видео. Также не забывайте подписываться на наш Инстаграм. Там веселые, забавные, полезные посты каждый день. До встречи в новом обзоре. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok